15 февраля Казанский федеральный университет посетили представители Комитета Госсовета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. В начале мероприятия они совместно со студентами и преподавателями Казанского университета прошли к бюсту Мусаджалиля для возложения цветов в честь 117-летия со дня рождения великого татарского поэта. Сегодня знаменательное событие, день рождения Мусаджалиля. Мусаджалиля не только известный великий поэт татарского народа, который известен своими стихами, но это еще и поэт-герой, который своим вкладом в борьбу против нескольких захватчиков внес огромный вклад. И мы гордимся таким вот человеком, который действительно не только был великим поэтом, но еще и человеком, который положил свою жизнь по славу нашей Родины. Имя и история Мусаджалиля известны не только в Республике Татарстан, но и далеко за ее пределами. Советский татарский поэт, журналист, военный корреспондент, герой Советского Союза, а самое главное патриот своей Родины. Цикл стихотворений «Мообитская тетрадь» широко представлен в школьной программе и показывает новому поколению, как нужно любить свой родной край. «Мообитская тетрадь» была написана татарским поэтом в «Мообитской тюрьме». Цикл стихотворений сохранился в двух блокнотах, в которых написано 93 стихотворения. Именно поэтому 15 февраля – день рождения Мусаджалиля – особый день для татарстанцев. Вот и Казанский федеральный университет ежегодно проводит возложение цветов к памятнику героя. После возложения цветов в главном здании Казанского федерального университета состоялось выездное заседание Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Повестка дня включала в себя несколько тем. Так, одним из важных пунктов обсуждения стал отчет о реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и о вкладе в социально-экономическое развитие Республики Татарстан в 2022 году. С докладом выступил Марат Софиулин, проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета. Отмечено, что Казанский университет планомерно движется к достижению стратегической цели и демонстрирует существенное достижение в образовательной и научной деятельности. По результатам заседания университет в жесткой конкурентной борьбе сохранил место в первой группе ведущих вузов России по территориальному треку и получит в 2023 году грант в размере 919 миллионов рублей. Также был отмечен проект «Передовые инженерные школы», инициированный Миноборнауки Российской Федерации. Школа базируется на территории набережной Челнинского института Казанского федерального университета и представляет собой целый студенческий кампус с современной и технологической инфраструктурой. Киберавтотех в партнерстве с КАМАЗом занимается реализацией целого ряда задач. Производство программных продуктов для роботизированной и беспилотной техники, разработка зеленых технологий, машиностроения и проектов двигателей, работающих на неуглеродном топливе. Все это и многое другое предстоит реализовать к 2030 году. Не оставили без внимания недавнее вручение премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год Ирику Махмадинову, научному сотруднику Казанского федерального университета. Успех нашего молодого ученого по данному направлению Ирика Махмадинова, который в День науки 8 февраля совсем недавно получил в Кремле самую престижную российскую награду премию президента Российской Федерации за разработку катализаторов, повышающих нефтеотдачу и качество нефтей. Но это особо актуально для Татарстана. Далее Марат Софиулин рассказал о том, что на базе Казанского федерального университета работает детский сад для детей с расстройством аутистического спектра «Мы вместе», цель которого создание психолого-педагогической поддержки и организацию комплексного процесса обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра. В завершении своего доклада Марат Софиулин поделился планами на наступивший 2023 год, так, среди намеченного создания нескольких технопарков и открытия филиалов в Египте и Казахстане.